Всем здрасте! Сегодня наша семья решила приготовить домашнюю мацу, как делали мы и наши предки в течение сотен лет, может быть даже и больше, тысяч. Первое, что мы делаем, это мы берем пропорцию 1 к 3 муки, специальной муки, шмурам муки, к воде и замешиваем ее. Необходимый объем воды поставлен в муку, таймер включен на 18 минут, папа начинает замес муки. И бумага поменена каждые 18 минут, ранда, чё, ван, все прошли через сэндпейпер и фаер торч, то есть огнем обработаны, наждачной бумагой и огнем, чтобы абсолютно не осталось никаких подозрений на комочки теста, которые могли бы остаться. Все это убрано, замешано и делается второй замес. На замес у нас обычно уходит около 5 минут. Многие из еврейских законодателей говорят, чтобы замес был сделан полностью, чтобы не осталось муки, не перемешанной с водой в тесто. Иначе эта вещь может потом не пропечься и стать проблемой для дальнейшей еды. В среднем около 5 минут необходимо для того, чтобы сделать муку, тесто нормальной консистенции. Так, делаем кружочки. Делаем небольшие колобочки, которые впоследствии превратятся в муцу. У нас тесто не должно отдыхать и бездействовать. Все должно быть быстро и шустро. Это большая помощь. Этот процесс называется ЧОВА, раскатывание в тонкие круглые листы. И вот так вот, накатанная мацань. Маца расставляется. Мы решили это делать в сковородке намного быстрее. И маца получается очень хорошего качества. Прекрасная полностью пропеченная маца. Пекарь и лана. После того, как маца испечена, каждая испеченная маца проверена спереди и сзади, чтобы она была полностью пропечена, чтобы не было складок, чтобы не было пузырей. И после этого она готова для употребления. Но перед этим мы должны отделить халу. Вся маца собирается вместе. Выбирается пару кусков самой прожженной мацы, которую, наверное, для потребления будет не самой удачной. И произносится браха. После этого она будет сжигаться. Всем хорошего праздника. Хорошего праздника. Хак хашер ва замах.